В первую неделю после новогодних каникул Елена Гусева, начальник Ленинского управления социальной защиты населения, посетила юбиляров долгожителей. Дорогая Зоя Михайловна, разрешите от всей души поздравить вас с юбилеем и пожелать вам здоровья и долгих-долгих лет жизни. Это вам от соцзащиты, чтобы тепло и комфортно в эти морозные, холодные дни, чтобы согревало наше одеяло и наше тепло души, чтобы вам было тепло и комфортно. Елена Гусева зачитала и традиционное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором говорится о гордости за поколение героев и победителей, которые всей своей жизнью показали пример патриотизма, нравственности и верности долгу. Эти слова в полной мере относятся и к Зое Михайловне Брюквиной. 15-летней девочке пришлось ей пережить оккупацию немцев в Орловской области, затем трудиться наравне со взрослыми. День и ночь работали, за семенами ходили, поля-то все заросли, два года не сеялись, даже три поля лопатками. Ни лошадей ничего нет, ни тракторов. И вот и копали. Привезли машину целых лопаток. И все старые и малые копали поля. Зое Михайловне в январе исполнилось 90-е. Здоровье, конечно, уже подводит. Но с какой искоркой в глазах она вспоминает свою жизнь, на протяжении которой приходилось много трудиться, о чем она совсем не жалеет. Я в Рубшице работала в Литейке. На бредности? Да. И 45 лет пошла на пенсию. Ну и после выхода на пенсию Зоя Михайловна продолжала работать. Вместе с дочерью Надеждой они любят рассматривать фотографии и вспоминать старых знакомых. Дальше наш путь лежал в деревне Коробово, где живет Александра Петрова. Когда мы приехали, Александра Петровна отдыхала. Мама родилась в 1926 году. Всю жизнь проработала в колхозе. Работала и на поле. Последнее время работала на ферме телятницей. Тем временем Александра Петровна отдохнула и с большой радостью приняла поздравления с юбилеем. Это вам от соцзащита одеяла? Чтоб тепло и комфортно было. Это вам цветочки? Держите. Прямо два? Да. И прочитаю открытку от президента вам. Александра Петровна родилась в деревне Коробово. Вся ее жизнь связана с сельским хозяйством. В годы войны подросткам стала трудиться на животноводческой ферме. И так всю жизнь проработала на ней. Я люблю работать. Только сейчас умру с него. Ну а на скотном вы говорите, что там приходилось делать-то? Ой, да у меня была телок там пропасть. Любимая телочка была какая-нибудь? Вот. Я была-была. Она такая ласковая. В чем время, как и льва, она бежит. Традиция поздравлять долгожителей с юбилеями, общаться с ними, с их родственниками, заложена в 2012 году, согласно указу президента. Слова благодарности всегда слышишь из уст наших уважаемых и тружеников тыла, и участников войны, которые не перестают хвалить и благодарить, что о них помнят, о них заботятся. И пусть мы приезжаем со скромным подарком, но поздравительный адрес от президента, от губернатора, подарок и цветы, для них это очень важно. Они этого ждут. Из уст в уста это передается. И будем это продолжать и в будущем. В Ленинском районе много долгожителей. Каждый месяц Управление социальной защиты поздравляет около 15 юбиляров.